большой всем привет сегодня мы поговорим об важном составляющим любой настольной игры это setting или тема мы будем говорить об этом в рамках проекта создание собственной настольной игры так что я буду выбирать какую-то тему для того что мы вместе делаем и так что же первично тема или механика интересный вопрос и есть наверное разные варианты что вначале была механика потом тема и бывает и наоборот к примеру у вас есть замечательная какая-то идея именно механической системы особенно это актуально наверно для евро вы придумали механику ресурсную модель все все замечательно все работает и к пришло время придумать в какой же этой теме будет и здесь в общем то вы не особо ограничены можно на любую механику на тянуть любую тему к примеру вспомним механику бак билдера дам кто когда она была придумана она была придумана для игры орлеан но тем не менее через какое-то время взяли и выпустили игру альтиплана на том же движке почти на той же механики и вот мы видим совершенно разные темы абсолютно разно выглядящие игры при этом механика у них одинаковая или к примеру возьмем старинную игру трое с очень интересной евро механикой не так давно выпустили по этой же механике от тех же авторов по моему черный ангел первым в первом варианте это средневековье видны даже трое это наверное еще и дальше а втором это вообще космический сеттинг с инопланетянами так далее механика на этаже то есть на механику можно натянуть абсолютно любую тему и вопрос возникает следующий влияет ли на продажу игру игры то какую вы тему выбрали и здесь вопрос на самом деле очень интересный потому что тема несмотря на то что она вроде бы а вторично для евро особенно она очень сильно влияет на выбор покупателя потому что кто-то предпочитает космос кто-то предпочитает средневековье кто-то предпочитает ктулху или и тому подобное в это проилюстрировать я тоже вам покажу простой пример вот есть например игра я в коробке положил просто чтобы было красивее ну вот игра тресмегистус да замечательная механика очень своеобразная очень интересная но взял бы я ее если не было темы которая мне интересна тема алхимики перри перевода одних элементов другие так далее вряд ли с другой стороны есть игра гранд отель австрия которая очень похожа чем-то с тресмегистусом и которую моя жена например любит но в гранд отель австрия она готова играть автосмегистус нет хотя механически игры очень похожи и дают примерно одинаковое ощущение то есть в одном случае тема оттолкнула в другом привлекла или взять я игру барайдж абсолютно интересная механика очень придуман интересный рондал система интересная но тема настолько мне кажется скучной какой-то притянутой за уши что я например ее брать не собираюсь в себе в коллекцию хотя если по на тот же бараж был бы в теме допустим там не знаю какие-то мистические потоки или еще что-нибудь какой-то чудесный лес где вы волшебным способом создаете эти потоки и так далее было бы совсем другое дело и может быть я ее приобрел в коллекцию то есть тема до какой-то степени влияет на нашу покупку но я не думаю что это все-таки основополагающая какая-то вещь привлекательность темы для евро наверно не так важно как для мире берем о мире если взять о мире игру тот же рунбаум там я не знаю светлячок и так далее глум хевен важно ли там тема вот тема в мире намного важнее потому что если у вас не будет привлекательности этого мира то вы выберете что-то другое но еще пример насчет выбора темы например вот ниже он у меня лежит он марс витала сердце автор с которым я хотел познакомиться давно но ни одна игра а мне не интересно было по теме у него там были и установление веса бона и управление заводом автомобилей и выращивание вина вроде бы все это интересно но тема совершенно как-то не привлекает а вот марс замечательно и а сейчас влияет ли тема она саму механику то есть механику мы поняли да на любую механику можно натянуть любую тему но влияет ли выбор темы на то как изменяется механика надо какой-то степени в том же он марсе тема челнока насколько когда она была придумана до выбора темы или после выбора темы интересный вопрос интересно было бы спросить у самого автора так вот чему я веду что когда автор выбирает тему setting лор для своей игры он в общем-то ограничен тремя вариантами тебя с тремя способами выбора это выбор абстрактный ну то есть не имеющий под собой никакой особой литературной основы никакой истории и так далее просто какой-то просто тема показательные примеры ксия легенда дрейфующей системе просто тема космоса там есть какие-то зачатки истории но они чисто формальные фактически вы просто играете в механику с космоса или вот взять игру которую мы недавно разбирали герои земли воды воздуха это чисто абстрактный фэнтезийный мир просто взяли фэнтези все могли бы на ту же механику натянуть абсолютно спал свободно совершенно другой сеттинг так подходит ли такой способ выбора а темы для моей игры кто смотрел предыдущие видео знает что там есть и военное противостояние и защита городов и ресурсный движок и транспортная логистика то есть по идее какую-то абстрактную тему на мою игру натянуть можно при том абсолютно любую средневековье да пожалуйста будете будут и рыцари будут и защита замков и все такое космическую тему да проще простого вместо вместо замков будут планеты вместо теней рыцарей корабли военные вместо транспортной сети будут челноки между планетами летать вот можно натянуть даже какую-нибудь транспортную в жанре дорожных сетей и и что-то еще такое абстрактно придумать можно делать можно какой есть еще вариант второй вариант создания темы эта тема по литературному источнику тут у нас очень много примеров настолько строение которые мы берем lovecraft первое что в голову приходит эту тему уже настолько высосали что я не знаю уже быстрее выскребли все что можно сотни наверное игры в этой теме ктулху борьба со злом эти сыщики все это вы знаете прекрасно в ростлин колец куча игр по этой тематике игры по фильмам игры по какой-то уже имеющейся истории которую не надо придумать ну вот среди коробок которые здесь выложил для красоты вот яркий представитель таких игр это firefly в гейм где максимально взято все из фильма весь арт из фильма фотографии сюжеты из фильма логика движения все взято из фильма причем обычно такой жанр взятия темы из фильмов он порождает не очень хорошие игры но это кстати не в общем-то исключение игра неплохая не только для поклонников сериала она неплохая сама по себе для тех для тех кто любит жанр пикап and delivery замечательно кстати соло играющих есть но в основном если мы видим игру по фильму то скорее всего это просто способ срубить денег на поклонников то есть выпускается что-то такое непонятное просто с кадрами из фильма с и с каким-то раскрученным брендом это второй способ выбирать тему то есть мы выбираем какой-то литературный источник с богатым уже готовым миром и пытаемся эту тему натянуть на свою игру можно ли натянуть какую-то уже готовую тему на мою игру я об этом честно говоря не думал но в комментариях к одному из видео мне подсказали что есть например замечательная романа святослава логинова многорукий бог и далай на тему которого можно вполне натянуть и как-то добавить там тоже есть такой сюжет что вы оказываетесь в мире очень ограниченным по размеру мир в мире и один из жителей этого мира начинает обладать свойством поднимать из топе из воды материки осушать их и делать их пригодными для жизни для людей идея мне очень понравилось вполне можно по такой книге сделать настольную игру и это будет ну замечательно единственная проблема в том что наверное святослав логинов не настолько известен широко известен чтобы этот мир был сразу понятен и привлекал как тот же роулинг например с гарри поттером там или не знали ктулху и так далее но тем не менее а даже вот на тот прототип который я придумал можно было бы натянуть тему многорукого бога далайна можно натянуть тему до того же толкина например противостояние воинств каких-то и еще что-то да можно было бы сделать и второй вариант то есть первый вариант выбора темы это абстрактно просто космос просто средневековья просто древний египет 2 вариант выбор какого-то литературного источника и на его основе делать игру ну и третий вариант выбора сеттинга а самый наверное крутой и самый наверное сложный это создать а собственный мир собственный лор для своей игры и а здесь я у меня наиболее яркий наверное представитель такого подхода это мистер но для меня яркий потому что вот эту игру и я люблю в основном зато какой прекрасный мир авторы создали под свои игры сама игра насчет играбельности но она очень тяжелая наверно как моя тяжелая игра в смысле играбельности но при этом абсолютно интереснейший авторский мир не заимствованный ниоткуда вообще все свое разработанные с нуля можно сказать есть мир мир верхний и нижний с разными законами а есть некий некие кристаллы которые прилетели в планету и сделали изменения в этой планете и тех монстров которые поразил этот кристалл они тоже начали менять свои свойства то есть очень богатый лор очень богатый мир а полностью авторский от полностью придуманный но и тот же runbound runbound был придуман чисто это это больше эта смесь между авторским миром и условным абстрактным фэнтезийным миром при этом он а был в начале простым неким фэнтезийным шаблоном есть дракон есть герой вы сражаетесь но так как сама эпопея этого runbound она развивалась развивалась от игры к игре то он разрастался мир усложнялся мир и лор увеличивался здесь как стать это уникальный представитель когда игра расширила то есть цепочка игры расширила сеттинг не потому что с этим большой и много игр к нему а наоборот сеттинг стал большой потому что много игр в этом сеттинге было они по своему против противоположности если здесь был изначально очень красивый интересный мир и на его основе несколько игр появилась то здесь вначале был условный совершенно абстрактный сеттинг который превратился в очень большой мир благодаря тому что игра за игрой выходила десятки десятки игр в этом жанре в этом сеттинге так вот третий подход это самый наверное творческий и самый сложный подход это создание собственного мира для своей игры ну и и самый интересный согласитесь что создать собственный мир под игру это наверное самый интересный способ создания сеттинга и темы ну и разумеется я бы не стал так долго к этому подводить если бы не выбрал для своей игры именно третий подход создания собственного сеттинга собственного мира тут даже немножко мне проще потому что у меня очень много черновиков незаконченных да у меня есть один законченный роман на которую ссылку на который я обязательно даю именно в этих видео так творческих видео потому что именно творчество это то чего мне сейчас не хватает жизни и это что youtube канал как-то помогает в этом для меня стало приятным сюрпризом так вот у меня есть несколько незаконченных романов и один из них это целый большой фэнтезийный мир с интересными фишками которые которые в общем-то очень неплохо натягивается на механику вот той игры которую я вам пытаюсь показать в этих видео что это за сеттинг ну если кратко пересказать ой даже за такую задачу братья сходу ну давайте попробуем потому что то что делается спонтанно но в общем то если не идеально по форме то по крайней мере эмоционально хорошо отражает все что хочется сказать так есть некий мир параллельный с нашим в который можно проникнуть из нашего с помощью некой практики так вот в этом мире все очень красиво все очень здорово но те кто там остаются они а начинают обладать свойством живого существа да этот мир полностью создает созданный искусственный но тот кто в него проник он единственный живой так называемый живой силой из которой может порождать в общем то все что хочет если он раскрывает свою сущность в этом мире он он становится там неким таким мистиком который может создавать целые миры целые земли и кого хочет при том а тех кого он создает так называемые тени мистика которые они могут выполнять абсолютно разные функции но по сути они не являются живыми существами они словно тени живого существа так вот а те существа те живые которые попали в этот мир они там не практически не ограничены в своих возможностях понятно что те первые мистики которые оказались в этом мире они заблокировали свободный вход из нашего материального мира в этот чудесный мир где ты если там оказался ты в общем-то почти бог и мир идет борьба между кланами мистиков которые хотят чтобы вход был более-менее свободный и те кто хотят его закрыть полностью почему это так а потому что одни мистики они высасывают живую энергию из тех новичков которые оказываются в этом мире а дело в том что только по-настоящему живой живой может из себя создавать тени но энергия это кончается со временем и поэтому те вновь прибывшие новички которые оказываются в этом мире еще пока не знают что они в общем то могут в этом мире все что угодно они попадают под влияние уже имеющихся мистиков которые их грубо говоря дают высасывают у них энергию для своего для создания новых теней для создания новых миров и так далее и другие мистики говорят что это в общем-то нехорошо и давайте мы прикроем эту лавочку и чтобы там никто не не приходил и вот что у нас есть мы будем мы этим жить и будем и вот эти две группы мистиков друг другом борются чтобы одни закрыть портал в наш мир а другие его открыть каждый из них он может порождать как я уже говорил так называемые тени это разные энергетические сущности как для разных целей которых вложена энергия живого мистика они могут быть очень сложными там выполнять какие-то сложные вещи и нас настолько иногда слов сложно могут быть устроены что кажется что они тоже живые причем иногда а если мистик это хочет тень может думать что она живая и может выполнять какие-то очень сложные действия а может быть просто боевой тенью например просто для того чтобы присосать энергию другого мистика или других теней то есть если вы если мистик создает допустим боевых теней а потом насылает их на теней других они высасывают энергию соответственно уменьшая силу мистика врага при этом убить самого мистика невозможно потому что он в этом мире абсолютно бессмертный и и всемогущий можно его задавить можно его ограничить немножко но победить невозможно можно загнать его в собственное логово в собственный дом замок которым он не неуязвим то есть до какой-то степени можно как там атака сделать и вот эти две противоборствующие партии этого мира они сражаются за открытие портала в наш мир материальный если они откроют то доступ отсюда будь туда будет свободный но все новички они будут они будут подвержены влиянию тех мистиков в чьи руки они попадут в общем вот такой мир со многими нюансами со многими какими-то интересными историями что-то у меня проработано что-то не проработано но так или иначе сам роман и сама книга не закончена а вот взять эту тему и натянуть ее на игру которую я создаю очень даже можно мы смотрим есть как раз вот эти замки двух противоборствующих мистиков один типа белый другой черный один хочет открыть портал другой закрыть или наоборот неизвестно что из них зло что что хорошо что плохо каждый порождает из себя те тени боевые юниты которые имеют свойства силы то есть влияние на другую тень жизни сколько они может выдерживать влияние врагов и скорость насколько гексов насколько земель они могут двигаться есть более сложные тени это торговцы и рабочие которые призваны для того чтобы извлекать какой-то ресурсные материалы из этого мира и создавать тени помогать мистиком для воздействия на другого и так далее думаю я не буду сильно подробно рассказывать может быть кстати хорошая идея взять какой-то учат кусочек из романа довести его до ума и именно в качестве лора к игре озвучить хорошая идея может быть так и сделаем так вот это видео было посвящено выбору сеттинга еще раз повторюсь есть три варианта три способа выбора сеттинга это абстрактный просто тема есть сеттинг по уже известному литературному источнику книга фильм комикс что все что угодно ну и третий способ это создать собственный лор собственный сеттинг и и натянуть его на ту механику которую вы придумали в каждом случае выбор того или иного подхода это индивидуально но на мой взгляд проще всего первый вариант сложнее а второй вариант но он имеет преимущество в смысле продаж под почему тему кто ходу настолько уже высосали да потому что есть определенное количество игроков которые уже прикормились этой темой они будут брать игру за игрой просто для коллекции например но и самый сложный подход это выбор собственной темы он в общем-то всем плохо с коммерческой точки зрения он очень плохо он не привлекает фанатов например как второй подход он может оттолкнуть я от вашего игры тех кому не понравилась например тема или кто не кому не интересно не интересно лор или он не получился еще что-то то есть самый безопасный способ это наверное первый чисто какой-то абстрактные выбор темы просто для того чтобы не было голая механика второй вариант выгоден с коммерческой точки зрения но проблематичен с точки зрения игровой механики потому что очень много есть условности и ожиданий от игроков но и третий вариант самый интересный с точки зрения творчества но и самый сложный спасибо что посмотрели а с выбором сеттингом мы можно сказать определились он будет авторский он будет собственный по крайней мере мне лично это будет наиболее интересно а а Продолжение следует...